Здравствуйте! Сегодня я приготовлю торт Павлова. На бумаге для выпечки с силиконовым слоем нарисую три прямоугольника шириной 10 сантиметров и длиной 25 сантиметров. Готовить буду при помощи стационарного миксера из новой линейки Горизонт от британского бренда с 65-летней историей Рассел Хоббс. Приборы Рассел Хоббс отличаются не только современной функциональностью и высокой производительностью, но и стильным дизайном. Миксер может быть использован как в стационарном, так и в ручном режимах. Имеет 5 скоростей и режим турбо. Белки комнатной температуры соединяю со щепоткой соли. Чашу миксера устанавливаю на базу и на малой скорости взбиваю в устойчивую массу. Масса должна состоять из мелких однородных пузырьков. Не прерывая взбивание, небольшими порослями добавляю сахарную пузу. Увеличиваю скорость миксера на максимум и взбиваю белки в устойчивую глянцевую массу. На минимальной скорости взбивания добавляю крахмал, лимонный сок и щепотку ванилина, который можно заменить ванильным экстрактом. Перекладываю массу в кондитерский мешок с насадкой звезда. Переверну бумагу нарисованной стороной вниз. сформирую заготовки. Подсушу заготовки в разогретой до 110 градусов духовке на среднем уровне в течение 50 минут без конвекции. Желтки смешиваю с сахаром до однородности. Малиновое пюре помешивая довожу до кипения. Тонкой струйкой добавляю к желткам. Возвращаю массу в кастрюлю и на малом огне, помешивая, варю до загустения. В горячей массе растворяю сливочное масло. Полностью остужу при комнатной температуре. Крем можно приготовить заблаговременно и хранить в холодильнике. Рекомендую полностью остудить заготовки в выключенной духовке, слегка приоткрыв дверцу. Охлажденные сливки взбиваю в устойчивую маску. Миксер справляется с этой задачей очень быстро, так как имеет мощность 350 ватт. Кстати, гарантия на миксер 2 года плюс 1 при условии регистрации на сайте производителя. Ссылка в описании. Заготовку аккуратно переношу на блюдо. Покрываю фруктовым кремом, затем взбитыми сливками. Распределяю ягоды черники и малины. Ягоды можно подобрать по вкусу или сезону. Фруктовый крем также можно готовить из самых разных ягод или соков. Ссылки на рецепты классической и порционной павловой оставлю в описании. Обратите внимание, что торт собирается перед самой подачей. Как вариант, торт можно заморозить и подать в замороженном виде. Воздушные меренги, хрустящие снаружи и мягкие внутри, нежный фруктовый крем и взбитые сливки с ароматными ягодами украсят любой праздничный стол или чаепитие. Ингредиенты и нюансы приготовления вы найдете в описании под видео. Подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь с друзьями, ставьте лайки. С вами была Ирина Подоля на канале. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!